Друзья, мы с Юлей едем в Аризону и по пути заезжаем в прекрасные места. Вот сейчас в датской деревне остановимся. Забронировала отель вообще на ходу сейчас, час назад. Знаете, на фотографии он такой обычный был, 100 долларов. Совсем недорого на ночь. Посмотрите, какая прелесть, Андерсон. Ганс, Кристиан, Андерсон. Вообще, какой чудесный. Ну, мы уже в Салванг заехали, в городок датский. Поэтому тут все в таком стиле сейчас. А где вход-то в отель? Пойди с той стороны, не там, Юля, зашли с тобой. Пойдем посмотрим. Посмотри, какая, да, все сказочно, как. Сказка подстрежена, как все аккуратненько. Все такое старинное. Так, налево. Андерс. Андерс, да, вот это наш отель. Ресторан тут есть внутри. Так, а где вход-то? А, Юля, вот, наверное. Сюда надо было заезжать. Такие цветы тут шикарные. Так. А, это можно фотографироваться на... Называется гороховый суп Андерсона. Так. Опять ресторан. А, вон, наверное, он там, что ли. Это, наверное, кафешка была. А отель-то вон там. Пошли до машины, проедем все еще. Как красиво вообще. Такая природа тут фантастическая. Прохладненько, прохладненько. После Мексики. Вот это вот Андерс. Сейчас посмотрим. Зашли внутрь. Друзья, вожу сегодня Юлю. Я весь день по бомжатским местам. Ну, когда я показываю, где останавливаюсь, где мы с рекомендим, допустим, куда едем. Всегда пишут подписчики, которые живут в Америке, что это вообще отстой полный. В Денис едят только нищета помпейская, что там вообще антисанитария, все невкусно. Вот сколько мы были в ресторанах, Юле понравилось в Денисе сегодня просто как нигде. Сейчас я ее привезла в мотель. В мотеле живут только нищие и отсталые люди. Ой, какой запах приятный. Обалдеть. Я первый раз в мотеле. Вот в фильмах-то показывают, где живут малоимущие там вот всякие такие. И люди, которые себя не уважают, они живут вот в мотелях. Классно. Мы сегодня себя не уважаем. Я всегда не уважаю. Я всегда не уважительные места лежу. Не уважаем. В Денисе поели. До сих пор в себя прийти не можно, как было вкусно. О, я вообще не ожидала. Да? Таких. Сто долларов на двоих. Обалдеть, какая красота. Слушай, мы у вас сколько завтра уезжать дошли? Ну, один день у нас, конечно, жалко. В мотелях всегда есть холодильник, микроволновка, кофе. Всегда бассейн есть. И самое главное, в мотелях всегда есть стоянка для твоей машины. Вот ты живешь, а надо карточку, наверное, вставить. А где она? Вон там на столе. И понимаете, я всегда люблю на первом этаже. Она спросила вам, какой этаж. Я говорю, мне первый, пожалуйста. Потому что ты чемодан вытащил, затащил, и машина у тебя всегда на стоянке под охраной стоит. Это просто хвова американцам, кто изобрел вот эти мотели. В мотели. Это выход. Ага. Карточку куда вставлять? Не знаю, может, и не надо вставлять. Может, тут это не действует. Так. А, так. Потом, друзья, курить нельзя. Тут даже вот для гольфа есть, представляете? Это вообще для Рика отель. И завтраки здесь. Завтраки, кофе, маффины, ну, всякое вот такое. Потом там вон бассейн еще. С собаками нельзя. Мы сейчас с Юлей пойдем по городу гулять. У нас сегодня мы используем полдня. Ну, не полдня, а вечер. И завтра мы тоже вот тут до 12 часов будем. Ну, чтобы, знаете, посмотреть ту датскую деревню. Шикарную, я ее обожаю. Раз уж мы едем тут, так скажем, мимо. Бассейн закрыт, потому что холодно. Никто купаться даже не будет. Видите, все в стиле Ганса Христиана Андерсена. Вот здесь вот завтраки. Вот здесь завтра кофе. Все есть. Вот это игра американская, любимейшая. Ой, холодно, слушайте. И, ну, в гольф мы не будем играть, конечно. Очень классный. Мы с Юлей, конечно, можем вот тут посидеть, завтра кофе попить. Вот тут вот. Видите, у нашего номера. И вот здесь огонь можно поджечь, и тепло будет идти. Так, ну, примерно показала. Мы сегодня как королевы будем спать. Вот, читайте, я в Лос-Анджелесе снимала жилье, не в мотеле я пожалела. И мы с тобой где еще? В Монтереи мы жили? А где мы в Монтереи-то жили? Ну, мы вроде в центре жили. Ну, так-то ничего там тоже было. А где мы там жили-то? На железной подниматься, курить, там марихуана-то, они все пахло. А, там тоже был мотель. Да. Ну, тут похуже, да. Тут, да. Хотя цена такая же, да. Да, пострекло белье всегда. Там белье тоже такое чистое все было. Номер чистый вообще. Нисколько не отличается от пятизвездочных. Ну, все, давай, снимай свой обзор и пойдем. Да. И в этих мотелях такое белоснежное белье. Ну, как-то везде белоснежное. Полотенца, прямо подушки такие. Мягкие, чистые. Матрас такой удобный. Я сейчас как бахнулась и провалилась. И никуда идти не охота мне. Охота тут залечь. И наслаждаться. Смотрите, какие у меня тапочки. Купила хэбэшные. Вообще такие удобные. Их без носков можно носить. Как ванс, венс, конверс. Чем хороши такие кеды, венс и конверс. Они хэбэ. Их можно без носков носить. Нога себя чувствует хорошо. Юлия, короче говоря, просто обалдела. От нищенских вот таких мест. Представляете, как можно недорого вообще путешествовать. Вот даже семья или четыре подруги, да. Едут, вот представляете, по 25 долларов вот такой мотель. Продолжение следует.